Здравствуйте! В эфире телеканал ОТС «Вечерние новости» в студии Светлана Шевченко. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разноцветная плитка, система наблюдения и оригинальная подсветка снизу. Когда закончат работы по благоустройству Первомайского сквера. Первый раз, когда вы педали крутили, и сейчас есть разница? Ну, конечно, есть. Многие не работали. А сейчас нормально всё. После лечения чёткий план реабилитации. Какие услуги для пациентов предоставляют в новом отделении областной больницы. Целевое обучение в университетах и колледжах, строительство служебного жилья, федеральные и областные программы поддержки, дополнительные возможности привлечения молодых специалистов в сельскую местность обсудили сегодня во время рабочей поездки губернатора Андрея Травникова в Кыштовку, самый отдалённый район области. В Кыштовском районе новый глава. В этой должности Николай Шибчин всего неделю. Но сложностей нет. За плечами много лет работы заместителем. Поэтому и местных руководителей знает отлично. И с областными властями контакты налажены давно. Николай Викторович не только вам хорошо известен, но и руководству области, и министрам многим по рабочим вопросам взаимодействия выстроено. В Кыштовском районе всё будет надёжно, управляемо по всем направлениям. И сельхозсезон вы закончите, и к зиме подготовитесь достойно. И с формированием бюджета будет всё, я думаю, что планово. Село Большеречи. 30 километров от райцентра 350 жителей, которым до недавнего времени работу приходилось искать в дальних краях, в основном вахтовым методом. Ситуация изменилась, когда на эти земли пришёл крупный агропромышленный холдинг. А руководителям нового предприятия назначили местного уроженца. Хотим, чтобы жизнь у людей менялась к лучшему. Это, не скрою, полусоциальный проект, который нам приятно видеть, что люди стали более приветливыми. Людьми довольны. Надеюсь, они нами тоже зарплаты получают вовремя. Распахивать пришлось, по сути, целинные земли, которые не знали бараны 10 лет. Закупать новую технику, обучать селян. Жизнь закипела, появилась работа. Мы сначала, знаете, не верили. Потому что, ну, уже некоторые брали, люди что-то пытались, поля пытались разрабатывать, но ничего не получилось у них, поэтому мы тоже особо не верили. Но когда в этом году увидели, что привозят технику современную, мы удивились. Все мужчины ходят, посматривают туда, ну, потому что интересно, что, ну, будем надеяться, что всё у них получится. В будущем в хозяйстве планируют осваивать новые сорта злаков. Для следующей посевной уже закупают ячмень. Дальше – больше. В планах в соседнем заливе на открыть животноводческий комплекс. Люди идут дальше по развитию животноводства. Животноводство пока решили мясного направления. Я объясняю Виталию Сергеевичу, что это прямой путь к получению субсидий, к обращению за субсидией. Мы по мясу вернём поддержку? И у меня есть поручение в середине октября, поэтому обязательно, конечно. Именно развитие фермерских хозяйств в районе – один из приоритетов ближайшего времени. Исходя из экономического потенциала территории, считаю, что возможно добиться устойчивой работы как минимум 30 реально действующих фермерских хозяйств за 5 лет. Одна из главных задач – удержать молодёжь на селе и привлечь новых специалистов для работы. В районе не только продолжают программу строительства ведомственного жилья, но и развивают инфраструктуру. Сегодня губернатор даёт поручение реконструировать местный стадион, установить освещение трибуны, заменить беговые дорожки. А совсем скоро закончат стройку крытой рядовой коробки. Хоккей здесь любят. Ещё одно поручение губернатора – реконструировать пищеблок районной больницы. Сейчас это единственное старое деревянное здание в окружении современных корпусов. Кроме того, в районе отремонтируют дорогу между сёлами Заливино и Воскресенко. Сергей Толмачёв, Новости ОТС. Дроны, предметы и первые необходимости в зоне специальной военной операции. Сегодня из Новосибирска бойцам добровольческого отряда «Шторм» отправили гуманитарную помощь. В чём нуждаются наши военные и как используют беспилотники, узнал Иван Деревянченко. Гуманитарная помощь готова к отправке. Главное управление МЧС России по Новосибирской области совместно с Министерством промышленности и торговли оперативно организовали поставку оборудования в зону СВО. Конкретно этот груз передадут добровольческому отряду «Шторм». Представлены бинокли с дальномерами, представлен тепловизор, тепловизионный прибор, также представлены пояса, радиостанции, так скажем, последнего поколения, бензопилы. Ну, в принципе, всё, что необходимо на фронте. Основной компонент гуманитарной помощи – квадрокоптеры. Этот с виду маленький аппарат способен переносить груз весом в три раза больше собственного. Скорость полёта – 70 км в час, а дальность – 10 км. Сейчас ведут работу над запуском производства дронов в Новосибирске. Сегодня мы отправляем очередной груз совместно с Главным управлением МЧС по Новосибирской области. У нас, наверное, именно с этим управлением был отправлен вообще, в принципе, первый гуманитарный груз, который мы отправляли в марте прошлого года. И сегодня сохранили очень добрая традиция совместного взаимодействия, в том числе в обеспечении заявок, которые поступают именно в Главное управление МЧС. Сегодня мы помогаем отряду «Шторм». Сегодня та номенклатура, которая представлена, мы не ограничиваемся. Совсем недавно в зону боевых действий отправили несколько десятков автомобилей. Теперь пришла очередь дронов, биноклей, генераторов. Уже через неделю наши бойцы получат груз. Иван Деревянченко, Евгений Агеев, Новости ОТС. Роль профсоюзных организаций в Новосибирской области должна расти. К такому выводу пришли представители трудовых коллективов на встрече с губернатором региона Андреем Травниковым. Одна из главных тем встречи – нехватка профессиональных кадров. Чтобы свести проблему к минимуму, необходима заинтересованность руководителей и работодателей в сохранении и обновлении своих коллективов. Для этого необходимо более плотно работать с образовательными учреждениями, начиная со школьной скамьи, организовывая специализированные классы. И заканчивая целевым набором вузы с гарантиями трудоустройства. В региональном правительстве будут продолжать развивать программу по обеспечению специалистов служебным жильем, особенно в сельской местности. Еще один способ решения проблемы нехватки кадров – повышение производительности труда. Мы всячески будем с уровня области пропагандировать этот проект и увлекать руководителей участвовать в него. Мало того, есть намерение выходить на федеральный уровень для того, чтобы инструменты этого проекта были расширены, чтобы там не только организационно-управленческие решения предлагались, но и, например, решения автоматизации, механизации. Мне кажется, роль профсоюзных организаций здесь тоже может быть полезна. Как говорится, здесь весь клубок – и обучение, и переобучение, и недопущение чрезмерной нагрузки на персонал, соответственно, оптимальное нормирование, и вопросы охраны труда. Первомайский сквер в Новосибирске откроют для посетителей к середине осени. Сейчас в популярном месте отдыха идет реконструкция. Горожан ждут масштабные перемены. Александр Сульдин оценил. Первомайский сквер – очень удобная транзитная зона и любимое место отдыха горожан. Прямо в центре мегаполиса сейчас он предстает в совершенно непривычном виде. Везде куча строительного материала, развороченные дорожки и провода, которые торчат прямо из-под земли. Вот эту группу рабочих мы встретили прямо в центре парка. Сейчас здесь укладывают плитку и работают электрики, прокладывают коммуникации для системы освещения. Видим, что дорожки, которые магистральные, уложены белой плиткой, а те, что боковые, уложат красной. Таким образом и обеспечат определенную маршрутизацию, ну и разнообразие зоны отдыха. Ведутся работы по ремонту дорожно-тропиночной сети, есть работы по озеленению, к которым мы приступим чуть позже после выполнения основных благоустроительных работ. Также достаточно большой объем работы у нас касается ремонта ограждения Первомайского сквера. К нему уже приступили к демонтажу старого негодного фундамента, запора. В дальнейшем будет проводиться монтаж. Что с этим чугунным литьем? Чугунное останется. Чугунное литье останется, плюс дополнительные секции, которых не хватает. ГУФСИ нам их уже отлил и поставил на базу. Собственно, мы ждем этапа монтажа, чтобы все чугунное обращение полностью вернуть в первоначальный облик. Помимо полностью обновленной системы освещения аллеев, фонари здесь заменят полностью и сейчас готовятся их монтировать, сделают подсветку деревьев довольно часто. Это установят небольшие прожекторы. Вот как раз сейчас под такой копают яму. Лучи света будут бить в кроны деревьев, создавать дополнительную праздничную атмосферу в парке. Знаменитый Мишка в центре сквера получит новый антураж. Запланированный ремонт вот этого вот фонтана полностью уберут облицовку и вот эти трубы. Кроме того, в утиль пойдет и внутреннее оборудование фонтана. Как видим, оно послужило порядочно и довольно сильно изношено. Но пока работы здесь, на фонтане не идут, ищут подрядчика. Вообще реконструкция сквера несколько затянулась, но сейчас работы идут полным ходом и выполнена примерно половина из запланированного. Синхронизируется большое количество подрядчиков, разные виды работы. Не с первого раза состоялся основной аукцион, его пришлось переторговывать дважды. Пришлось еще со сложными процедурами выходить на подрядчика, на видеонаблюдение, на освещение. Ну и соответственно все последующие этапы, они тоже требуют и синхронизации подрядчиков между собой, ну и соответственно синхронизации сроков выполнения отдельных этапов работы. Мы над этим очень сильно работаем. Ну а для тех, кто вешал когда-то вот эти вот замочки в знак любви и верности, наверное, не очень хорошая новость. Их уберут, но, надеюсь, любовь и верность не пострадает. Кроме того, в парке смонтируют систему видеонаблюдения. Все работы планируют завершить до 15 октября. Александр Сульдин, Константин Менин, Новости ОТС. 39 стран и 82 региона России. Форум «Технопром», завершившийся в Новосибирской области на минувшие недели, собрал рекордное количество участников. 16 тысяч только в очном формате, в три раза больше, чем в прошлом году. Сибирская венчурная ярмарка, которая в этом году в четыре раза увеличила число представляемых потенциальному инвестиционному сообществу проектов. Их было 79. При этом 19 проектов – это проекты от соседних регионов Сибирского федерального округа. И еще 20 проектов – это проекты так называемых молодежных стартапов. В рамках форума подписали 46 соглашений. Общая сумма предполагаемых инвестиций – более 36 миллиардов рублей. Главная тема – международное сотрудничество в сфере станкостроения. Именно в рамках технопрома 2023 состоялось первое заседание Совета главных конструкторов. А Министерство науки региона совместно с Белорусским научно-исследовательским институтом договорились о создании станции на Сибирском кольцевом источнике фотонов. Кроме того, в нашей области отделения Российской академии наук примут активное участие в развитии попегайского месторождения, чтобы наладить производство сверхтвердых инструментов для станкостроения из находящихся там залежей технических алмазов. Пока мы это рассматриваем как месторождение алмазов, лицензия на выработку и даже взять, попробовать, посмотреть какие-то перспективы с точки зрения изучения будет достаточно дорого. То есть вот это вот большой стоп-фактор, который нам просто на уровне государства во взаимодействии с Министерством промышленности, с Министерством природных ресурсов необходимо будет преодолеть для того, чтобы все-таки мы понимали, что это не драгоценные алмазы, которые имеют высокую рыночную перспективу, а что это все-таки технический материал, который нужен для развития станкостроения. Новости на телеканале УТС. Далее в программе. Сегодня в издательском доме «Советская Сибирь» передают напечатанные бюллетени к выборам губернатора в территориальные избирательные комиссии. Всего напечатали больше двух миллионов экземпляров. С детства наблюдал за отцом, как тот работал с деревом, делал какие-то поделки. Ну и постепенно в детстве начал сам что-то делать. Фильм, посвященный развитию сознания человека. И осознание человека — это то, с чего начинаются и научные открытия, и научные исследования, и так далее, и так далее. Больше двух миллионов экземпляров бюллетеней напечатали в типографии «Советская Сибирь» к выборам губернатора Новосибирской области. Сегодня состоялась передача документов в территориальные избирательные комиссии. Там они будут лежать под охраной до дня голосования. Ксения Петренко подробнее. Сегодня в типографии «Советская Сибирь» многолюдно делегации территориальных избирательных комиссий со всех районов области собрались для того, чтобы получить бюллетени. Наталья Колганова приехала из Куйбышева. В свой район ей нужно отвезти 42 тысячи экземпляров. Добирались мы в 4 часа. Сегодня мы в 5 утра выехали. Для того, чтобы в 9 быть уже здесь, нас сопровождают сотрудники полиции. То есть мы сегодня получаем бюллетени. В присутствии сотрудника полиции везем домой. 6 числа мы передаем участковым комиссиям. Для предстоящих выборов губернатора Новосибирской области напечатали 2 миллиона 174 тысячи экземпляров. Именно столько избирателей в нашем регионе. Документы подготовили двух видов. Для ручного подсчета и с использованием автоматических комплексов. Отличие бюллетеней состоит в печати. Бюллетени, которые считаются автоматическим образом, они запечатываются с двух сторон. С одной стороны наносится текст, который потом будет распознаваться автоматически. С другой стороны наносится защитная сетка. Бюллетень для ручного подсчета. Печать идет с одной стороны. И сетка, и текст наносятся с одной стороны, с лица. У каждого бюллетеня несколько степеней защиты. Напечатать их на принтере, например, не получится, потому что защитная сетка уникальна, и она не копируется. Фактически, как водяной знак на деньгах. Во время печати бюллетеня образовались непригодные экземпляры. Это приладочные листы, излишки или где, например, растеклась краска. Все это выбросить просто в мусорное ведро нельзя. Бюллетени уничтожают на специальной машине. Бюллетени расфасовали в упаковке по 500 штук. Распределили по районам области. Чтобы исключить ошибки, члены комиссии произвели выборочный, поштучный пересчет бюллетеней в пачках. Теперь документы будут храниться в территориальных избирательных комиссиях до дня голосования. Кстати, в этом году для воли изъявления можно как прийти на свой участок лично, так и сделать выбор дистанционно. На мой взгляд, это очень удобная форма. Она рассматривается именно как дополнительная форма голосования, которая предоставляет дополнительные возможности нашим избирателям, которые по состоянию здоровья или по каким-то личным обстоятельствам, в отпуск, командировках, где угодно человек может находиться, ему достаточно подать заявление в личном кабинете портала госуслуги о том, что он желает проголосовать дистанционно. Подать заявление на дистанционное голосование можно до 4 сентября включительно. В этом году выборы продлятся три дня – 8, 9 и 10 сентября. Каждый голос важен для будущего нашего региона. Ксения Петренко, Андрей Руднев, Новости ОТС. 51 избирательный участок и больше 42 тысяч избирателей зарегистрированы в Куйбышевском районе. Каждого из них накануне выборов губернатора Новосибирской области посетят члены участковых комиссий. Елену Есину, жители улицы 1 декабря, встречают с улыбкой. Председатель участковой избирательной комиссии здесь знают все. Она с нами всегда желательная, все расскажет, все как надо. Мы ей благодарны. Сегодня жителям рассказывают о кандидатах в губернаторы, напоминают о способах голосования. Валентина Тырышкина решила отдать свой голос на самом избирательном участке. Менсионерка не пропустила ни одной избирательной кампании. Я считаю, что каждый гражданин, который живет, не только в нашем городе, а вообще, идут выборы, приходите, пожалуйста. Потому что каждый голос важен. Вот каждый. Члены 36 участковых избирательных комиссий района, которые попали в пилотный проект Центра избиркома «Мобильный УИК», с избирателями повстречаются дважды, чтобы уточнить информацию и задать вопросы, ответы на которые зафиксируют в мобильном приложении. Очень интересные вопросы, которые касаются системы избирательной в России, что у нее юбилей 30 лет. Если в первой волне вопросов у нас там было конкретно, да, мы опрашивали людей, пойдут ли они на выборах, знают ли, где находится избирательный участок, каким способом голосования они предпочитают проголосовать, то здесь уже такие, ну, более, может быть, я бы сказала, творческие, наверное, вопросы. Один из них поддерживают ли Куйбышевцы изменения в избирательной системе России, благодаря которым мы можем, например, проголосовать дистанционно. Этим способом на предстоящих выборах губернатора уже решили воспользоваться больше тысячи жителей района. Достаточно для этого иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг. И затем срок до 4 сентября необходимо подать заявление об участии в таком голосовании. И в любой из дней голосование 8, 9, либо 10 сентября принять участие в выборах губернатора Новосибирской области. Подомовые обходы продолжатся до 6 сентября. Обходчики просят жителей не игнорировать их визиты, только удостовериться, что это члены вашей избирательной комиссии. У каждого должен быть специальный бэдж с фотографией и данными, заверенными печатью территориальной избирательной комиссии. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Сделать хобби способом заработка. Одни шьют одежду, другие вырезают из дерева. Благодаря социальному контракту стать предпринимателем легче. В этом году больше тысячи жителей Новосибирской области воспользовались этой услугой. Юлия Алиханова оценила продукцию земляков. Часы с группой кино – одна из первых работ Ильи Татмянина. Теперь висят в его мастерской. В январе мужчина решил открыть собственное дело и заключил соцконтракт. На выделенные средства 350 тысяч приобрел лазерный станок. Сегодня Илья создает магнитики, салфетницы, коробочки и даже портреты. И все это из любимого материала – дерева. С детства наблюдал за отцом, как тот работал с деревом, делал какие-то поделки. Ну и постепенно в детстве начал сам что-то делать, какие-то кормушки для птиц. Вот это в детском возрасте по школе. Но в дальнейшем все привело к этому. Лазерный станок вырезает только детали. Дальше сборка, шлифовка и покраска изделия. Мечта стать предпринимателем сбылась и у Анастасии Василенко. В 12 лет девушка начала интересоваться дизайном одежды, а в 25 стала владелицей швейного цеха. Под руководством Анастасии команда из 16 человек создает женскую одежду на любой вкус. Я написала бизнес-план, мне его одобрили, я получила деньги и закупила необходимое оборудование. Первоначальное – это было две прямострочные машины, два оверлока, петельную машину, ну и по мелочи ножницы, всякие расходные материалы. После этого я докупила на кредитные средства еще оборудование. У нас появились первые сотрудники, мы начали работать на заказчиков. От домашней одежды до вечернего платья. Все изготавливают по заказу партнеров. Однако на этом девушка останавливаться не намерена. Вместе с командой работают над созданием собственного бренда. Мы разрабатываем изделия нашего бренда. Это мы отрабатываем рубашку. Мы хотим специализироваться на изделиях плюс-сайз, одежды больших размеров, которая будет красивая, качественная, которая будет выглядеть достойно. И работать с фигурой так, чтобы фигура была максимально подчеркнута там, где нужно. Ежегодно на поддержку граждан выделяется порядка миллиарда рублей. Среди возможностей соцконтракта, поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, вывод из трудной жизненной ситуации. Наиболее перспективное направление развития ИП. На текущий момент сумма выделяется 350 тысяч рублей на данные цели. Она выделяется единовременно под написанный человеком бизнес-план и позволяет ему реализовать свои какие-то идеи, получить фантазии, мечты и получить какое-то развитие и обеспечить свое благосостояние, благосостояние своей семьи. За последние 7 месяцев больше 5000 граждан воспользовались услугами соцконтракта. До конца года планируют увеличить эту цифру до 7 тысяч. Юлия Алиханова, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Реабилитация с момента поступления пациента в клинику с четким сценарием восстановления после болезни. Новое подразделение появилось в структуре Новосибирской областной больницы отделения медицинской реабилитации и физиотерапии. Скорость не в километрах в час, а в оборотах в минуту. Александр Иванович привыкает к новым единицам измерения. Уже неделю с момента поступления в больницу ежедневно занимается на прикроватном тренажере для велокинеза. Первый раз, когда вы педали крутили, и сейчас есть разница? Ну, конечно, есть. Тогда ноги не работали, разница. А сейчас нормально все, потихоньку. Сколько километров уже проехали? Не знаю. Не пересчитали? Семь дней назад ему необходимо было преодолеть больше 1600 километров на самолете до Норильска. Пациент – житель Оренбургов. В Новосибирске была пересадка. Стало плохо в аэропорту. На скорой попал в реанимацию. Одновременно начали курс лечения и реабилитации. Восстановительная программа должна стартовать как можно раньше. В приоритете вертикализация пациента, а также ЛФК и физиотерапия. Так, с помощью пневмомассажера проводят лечение сжатым воздухом. Один клапан опускается, спускается воздух, другой наполняется. Начинаем от стопы и к ведру. Это профилактика тромбоза, который лежат очень долго у нас пациенты. Хорошо лимфостаз снимает, улучшает кровообращение. В Новосибирской областной больнице появилось новое отделение. Ранней медицинской реабилитации и физиотерапии. Действует командно. В отношении каждого пациента выстраивают четкий сценарий восстановления после болезни. Не торопимся потихоньку. Все, потопаем немножко на месте, а потом пойдем. Давайте. В команде с медиками должен быть и сам пациент. От него зависит весомая часть успеха. И родственники больного. Они не всегда понимают, какой объем нагрузки можно давать пациенту. Что он может, что он не может делать. Например, гиперопека. Обычно она выходит на первый план, когда пациент, в принципе, может делать массу вещей. Присаживаться, приставать, умываться. Ну, будем говорить, частично обслуживать себя. А родственники, они делают все за него. И даже то, что пациент смог, да, освоить, находясь у нас, он благополучно забывает. Если же пациент старается делать все самостоятельно, это значительно улучшает прогноз. Наталья Цопина, Сергей Жданов. Новости ОТС. Детские городки и спортивные комплексы. В каждый двор в регионе продолжается проект «Территория детства». За время его действия в мегаполисе появилось 110 современных площадок. На открытие одной из них побывала наша съемочная группа. Вместо старой качели и горки – современные тренажеры и снаряды. Заниматься спортом во дворе теперь может каждый жительного Марусина. После очередной тренировки боксер Михаил Репринцев вместе с товарищами пришел посмотреть на новую площадку. Где брусья, гимнастические кольца, турники и безопасное песочное покрытие. Хорошо, что сделали это, чтобы спортсмены могли приходить, заниматься этим, развиваться в силе. Региональный проект «Территория детства» появился еще в 2019 году. Он предполагает установку детских городков и спортивных площадок во всех районах. Даже отдаленных. А где они появятся и как выглядеть, решают жители. Главное условие – подать заявку, разработать проект и предложить его депутатам. Так и сделали жильцы домов по улице Большая. Три месяца спустя и во дворе современный комплекс, который представили на традиционном празднике День соседей. Это самая большая площадка будет в центре этого жилого массива. И могу сказать, что мы останавливаться на этом не будем. Будем продолжать, так сказать, улучшать климат и создавать места для, так сказать, места притяжения для всех возрастов жителей жилого массива. Площадка будет доступна 1 сентября. Осталось дождаться, пока схватится бетон. Всего в этом году на реализацию проекта «Территория детства» выделили 60 миллионов рублей. А это значит, что несколько десятков детских площадок появятся в регионе. Алена Кузина, Евгений Агеев. Новости ОТС. Кремний закончился. В Новосибирске завершился второй фестиваль научного и индустриального кино. В рамках форума прошли конкурсы, кинопоказы, лаборатории. Участники фестиваля обсуждали все стадии кинопроизводства. Алексей Кудинов побывал на церемонии закрытия. Атомные часы «Зеленоград». Ими начинается и заканчивается фильм «Никита Белорусова. 7.59». Кинематографисты проехали тысячи километров, чтобы запечатлеть, что в разных точках страны происходит в одну и ту же минуту. В 7.59 по Москве. Этот фильм признан одним из лучших на Новосибирском фестивале научного и индустриального кино «Кремний». Что такое научное кино? Это великое разнообразие. Это фильм-портрет академика Лаврентьева. Это научное кино. И микробиология, каких-то процессов биологических – это тоже научное кино. И фильм-экспедиция по съемке петроглифов где-то на реке Лена – это тоже научное кино. «Бурение вечной мерзлоты». Поэтому тут разное. В советское время Новосибирск был центром документального кино. Наука у наших режиссеров была одной из любимых тем. Фестиваль «Кремний» продолжает эту традицию. Эксперты на разных площадках показали лучшие российские ленты на эту тему. Особенность «Кремния» – образовательная программа и акселераторы. Способ быстро превратить идею в готовый медиапродукт. Один из акселераторов – это акселератор, который был призван визуализировать заданную тему при помощи различных способов малых архитектурных форм, сувенирки, VR, анимации и так далее и тому подобное. Получилось 15 комплексных продуктов, на некоторые из которых уже поступили заявки на тиражирование и использование в различных практических отраслях. «Кремний» объединяет не только кинематографистов, но и ученых. Музейное сообщество, представители образовательных организаций. Тех, кто заинтересован в появлении современного медиа-контента. Обсудить свое кино с экспертами и показать простым зрителям. Именно ради этого документалисты участвуют в фестивале. Я автор сценария, режиссер документального научно-познавательного фильма «Мама, смотри». Фильм основан на уникальном научном взгляде, на такой феномен, как детский рисунок. Фильм, посвященный развитию сознания человека. И осознание человека – это то, с чего начинаются и научные открытия, и научные исследования, и так далее, и так далее. Авторы лучших работ, присланных на фестивали и созданных в рамках акселераторов «Кремния», получили награды на сцене кинотеатра «Победа». Ногие ленты теперь будут показывать в образовательных организациях и на других фестивалях. Алексей Кудинов, Антон Мамаев, Новость УТС. Все о важных событиях региона на телеканале ОТС. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Субтитры предоставлены Управлением архитектурно-строительной инспекцией мэрии. Своя квартира с готовым ремонтом в новых матрешках от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Девелопер Вира. Прогноз на 31 августа. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Временами сильный дождь. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Влажность 64%. Температура ночью плюс 16-18, а днем до плюс 26. В последующие 2 суток будет малооблачно. В пятницу плюс 21-23, а в субботу до плюс 18. С вами была Ольга Савельева. Оставайтесь на нашем канале.